Табаррук это называется желать от чего-то благодати барраката. У нас бывает два вида требования благодати. Узаконенный и то, что является запретным, то есть малым ширком. За узаконенный. То есть когда человек желает барраката в том, что узаконен шариатом. Допустим, желает барраката, читая Куран. Задумываясь над смыслом аятов куранических. Когда он живет в соответствии с аятами Курана. Лечится Кураном. Желает барраката, совершая молитву в мечети пророка или в мечети Харам. Желает барраката большим посещением умры или же частым посещением умры или же совершая хач к дому Аллаху спонталя. Эти виды барраката или желания барраката являются узаконенными, так как на них указывают доводы из Курана и Сунн. То есть человек берет барракат из вещи, которые можно воспринять каким-то органом. Говорит, допустим, про книги четырех имамов и говорит, Всевышний Аллах дал барракат этих книг. Потому что люди извлекли пользу из их знаний. Говорим про Сахия Бухари, что эта книга в ней барракат, потому что люди извлекли из нее барракат знаний. То есть этот барракат, который мы чувствуем. Если вещь не указана, что в ней есть барракат ни в шариате, ни органами чувств, как мы сказали, тогда он переходит из шариатского вида требования барраката к запретному виду барраката. Ширк асгарат, табарук алмамну, агадьеса лакбар. Табарук запретный является малым ширком и может даже довести до большого. Я тамассях бэл ашхаз. Когда, допустим, человек трется о каких-то личных. Я тамассях бэл ахжар. За какие-то камни трется. Бэл амакин. Разные места трется. Битара бэл кубур. Допустим, трется о пыль, которая на могилах. Би баазал ашжар, баазал халатин. Допустим, некоторые деревья или некоторых перстням прикасается. Нам. Ла юмкин аннатамассях бэл ахжар, хаттэл хадар асвад. Нам нельзя прикасаться к яждым камням, даже к черному камню, желая барракат. Этот хадар ла юзур ва ла юнфа. Потому что камень не приносит ни пользу, ни вреда. Нукабббл хадал хадар аттебааа линавейсу ахсал. Поэтому мы целуем этот камень или прикасаемся только из-за того, что так делал Парух Саус. Ла юмкин аннатамассях бэл ашхас. Мы не имеем права обтираться об личности. Барракат надо просить только у Аллаха. Некоторые люди берут деревья и вешают туда всякие веревочки, думая, что этим самым они приобретут барракат. Это является малым ширком и даже может довести до большого ширка. Люди женятся и потом не может женщина забереметь. Они идут к дереву, вешают туда веревочку с надеждой, что придет им ребенок. Это является ширком. Потому что этим самым она получается. Поэтому барракат надо просить только у Аллаха. Мы не имеем права желать барраката с деревьев или с камней, как это делали люди, которые жили до Ислама. Один человек говорит, у меня есть камешек из Медины или пыль из Медины. Она не приносит ни пользу, ни вред. Пророк с Аллахом при битве, при уходе, выбили ему зуб, его поранили и были убиты его сподвижники. Поэтому гора Ухуд ничем не помогла, даже пророку с сахабами не помогла. Поэтому мы должны остерегаться этого запретного вида требования барраката, который является малым ширком. Продолжение следует... Продолжение следует... Подолжение следует... Продолжение следует...